Как я обещал на прошлой неделе, мы сегодня продолжим беседы про жилищно-коммунальное хозяйство и уделим внимание двум вопросам. Хотел бы довести эту информацию сегодня для Кингисепсов, всего района. Что мы имеем на 2016 год, какие показатели? В рамках строительства и реконструкции водоснабжения на территории Кингисепсового района запланировано 25 миллионов рублей. Из них город Кингисепс – это капитальный ремонт водопровода в микрорайоне 1 от Большого бульвара до Криковского шоссе 720 погонных метров. Данная работа будет сделана до октября месяца. Сейчас мы взаимодействуем с правительством Ленинградской области и составим 6 миллионов 122 тысячи 300 рублей. Следующий проект водоснабжения и инфраструктуры в городе Ивангороде. Здесь у нас достаточно очень приличный объем. Капитальный ремонт технологического оборудования, канализационных очистных сооружений на 17,5 миллионов рублей. Также ожидается подписание соглашения в июнь, июль, буквально скоро в правительстве Ленинградской области. В сельских поселениях у нас только лишь в одном сельском поселении. Это ремонт водопроводной сети поселка Алексеевка на польского сельского поселения 1,5 миллиона рублей. Вот это что касается водоснабжения и водоотведения на 2016 год. Вот теплоснабжение. Здесь цифры побольше и объемов больше работает. Начнем по порядку. Теплоснабжение, то, что у нас будет финансироваться за счет разных уровней бюджетов и совместного финансирования. 37,4 миллиона рублей. Это ремонт тепловой сети протяженностью 560 погонных метров в городе Кингисеппи. Компания Латте продолжает вкладывать деньги в надежность тепловых сетей в городе Кингисеппи. Мы это очень-очень приветствуем. Будет построено много новых сетей для подключения новых объектов. Но это уже экономические объекты в большей степени. Это многоквартирные дома по улице Восково, фосфорит. ООО «Ветстрой» на проспекте Карла Маркса. Это дом возле Макдональдса. ООО «Тарафорум» будут подключены жилые дома по улице проспекте Карла Маркса. Это тоже вблизи заправочной станции «Лукойл». Затем у нас будет подключаться новый дом по «Петров Инвест». Это большой дом, который также на Карла Маркса находится. И объекты регионального и федерального значения. Один объект – это ветеринарная клиника. На втором проезде будет также подключаться к тепловым сетям. И налоговая инстекция на Криковском шоссе. Все про нее знают, видят объект. Расцветает, строится. Скоро налоговая инспекция будет праздновать осенью новоселье. Еще одна серьезная инвестиция. Можно ее также отнести в теплооснабжение и надежность теплооснабжения нашего города Кингисеппо. ЛАТЭК – это частные инвестиции. 100% их свои деньги. Они делают сейчас уже узконаладочные работы на турбину, которая будет производить электроэнергию. Тем самым будет она дешевле. И также это повлияет на рост тарифов. Они будут сдерживаться за счет этого. В Ивангороде по теплооснабжению ремонт участка магистрального трубопровода централизованного теплооснабжения под федеральной трассой А-180. Это стратегическая такая работа будет сделана, потому что эта труба отапливает целый микрорайон. Поэтому в Ивангороде эта работа тоже будет сделана. Трубы изношены, надо их ремонтировать. В сельских поселениях у нас получается по теплооснабжению, опять же, Аполлевское сельское поселение, они у нас лидируют просто везде. У них ремонт участка по тепловой сети на 13 миллионов рублей. В Алексеевском поселке, тоже Аполлевского сельского поселения, на почти что 7 миллионов рублей ремонт теплоосетей. И в Пустомерже замена участка теплотрассы будет сделана практически на 5 миллионов рублей. Следующий момент, это, конечно, важная, очень важная работа. И мы теперь ежегодно ее выполняем. Это газоснабжение наших населенных пунктов, как в городе Кенгисепель, так и в сельских поселениях. Поэтому строительно-монтажные работы микрорайон Южный 2, второй этап протяженностью 6,2 километра на 13,5 миллионов почти 100 рублей, он уже выполнен. Срок подключения жителей, это август 2016 года. Но я хочу сказать очень приятную новость, если жители этого микрорайона слышат сегодня и видят меня, то новость абсолютно четкая. Мы получаем 28 июня свидетельство на собственность, на этот газопровод. Большая юридическая, бюрократическая работа проделана. И теперь с уверенностью можно сказать, что в августе месяце, что все жители микрорайона Южный 2, кто успеет подключиться, ну в силу разных причин, юридически это можно делать всем уже, в эту зиму уйдут с природным газом. Ну поздравляем, и я благодарен всем своим коллегам, кто активно работал в этом направлении. Дальше у нас идут проектно-изыскательские работы под четырем микрорайоном в городе Кенгисеппель на общую сумму 16,5 миллиона рублей. Это улица, перечисляю, улица Восково, Николаево, Староямбургская, набережная. Миллион 350 пойдет на проектирование подводящих газопроводов. Затем микрорайон Новый Луцк и существующая застройка, это существующая застройка и по 105 УФЗ, то, что мы выделяем в земельные участки, 3 миллиона 300 рублей. Заключен уже контракт, проектирование это с экспертизой, со всеми делами, это где-то, наверное, середина 17-го года, даже, может, начало 17-го года, и строительство самого этих газопроводов. Также микрорайон сюда относится лесобиржа, левобережье, строительство 2018 года. Поэтому в 2018 году мы рассчитываем постройку газопровода в четырех микрорайонах индивидуальной жилищной достройки. В сельских поселениях также большими темпами идет проектирование и строительство газопроводов, как подводящих, так и распределительных. Также продолжаем и проектно-изыскательские работы. Здесь у нас также хорошо лидирует котельское сельское поселение. Строительные работы завершены к деревне Коплы на 14,5 миллионов рублей. Межпоселково будет строить газопровод. Это Кайбалово, деревня Удасолова, распределительный в Тютицах, Велькота, Удасолова. 27,5 миллионов рублей. Очень большой проект. Пустомерское сельское поселение, тоже подводящее почти 3 миллиона рублей. Проектируются распределительные газопроводы также в Большилудском поселении и пустомершество в сельском поселении. Это уже, как говорится, завершение этапа отключения газа. Мы намерены на следующий год сделать еще дополнительный пакет документов, связанных с проектированием и уже реализацией проектов. А этот год достаточно насыщенный, поэтому, если укропненно говорить, получается, в этом году по трем разделам отведения водоснабжения, теплоснабжения, без частных инвестиций, подчеркиваю, и газоснабжения, мы выходим где-то на 150 миллионов рублей инвестиций в эти направления. Инженерная инфраструктура, коммунальная инженерная инфраструктура. Если мы каждый год такими тембрами будем работать в этом направлении, то, конечно, мы всегда вовремя можем реализовывать все жилищные проекты, что касается жилья, потому что порой бывает, что инвесторы приходят к нам строить жилье, а инженерная инфраструктура, она встает. Сейчас мы большое внимание уделяем и развитию инженерной инфраструктуры в седьмом микрорайоне. Ведутся предпроектные работы, проектные работы уже в какой-то части, поэтому это отдельно будем информировать, как у нас будут какие-то результаты. Переходим к следующему вопросу. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Это новое веяние, которое пришло к нам в 2014 году. Мы уже активно отработали в этом направлении в 2015 году, в 2016 году. Сейчас у нас есть планы и мы видим некую уже перспективу, то, что мы будем заявлять на 2017 год. Поэтому я в основном буду говорить о том, что мы будем делать сегодня, и штрихами где-то касаться 2015-2016 года. Во-первых, начнем с того, что мы все стали платить ставку за капитальный ремонт с квадратного миллиметра с площади, в которой мы проживаем, в многоквартирных домах. Поэтому у нас появился шанс, и этот шанс уже фактически реализовывается, привести в порядок все многоквартирное жилье, которое есть в Кингисепском районе, в Ленинградской области, в Российской Федерации. Это федеральный закон. Ленинградская область установила свои тарифы, каждый регион устанавливает свои тарифы. У кого-то больше, у кого-то чуть-чуть меньше, может быть. Но у нас достаточно лояльный и очень длительное время Александр Юрьевич и пообещал, и это делает, этот тариф не меняется. Пока люди привыкнут, пока мы все будем понимать, что уже есть возврат этих инвестиций, этих платежей обратно к нам в район, к нам в наши городские и сельские поселения. Мы будем стараться информировать Кингисепсов, как проходит эта работа, что мы делаем, какие у нас планы. Хочу сказать, что в 2015 году, ушедшим всего по капитальному ремонту, по всему району было из фонда получено 35 миллионов 174 тысячи 482 рубля до копейки. Данные средства были использованы в основном в городе Кингисеппе, 27 миллионов 754 тысячи 458 рублей. По адресам проспекта Карла Маркса, дом 61, замена двух лифтов, почти что 5 миллионов рублей без копеечек тут. Проспекта Карла Маркса, дом 63А, замена двух лифтов, 4,5 миллиона рублей. Улица Химиков, дом 14, замена 7 лифтов, на сумму 18 миллионов 170 тысяч 348 рублей. Поэтому работы эти переходящие по Химикам, они в этом году будут закрываться, начать о финансировании в 2015 году, в рамках поступления денег 2015 года. В Ивангороде в 2015 году был отремонтирован один дом, было заменено два лифта, да, два лифта, Кингисеппское шоссе, дом 24 на 4,5 миллионов рублей. В Пустомерском сельском поселении выполнены ремонты по капитальному характеру на 2 миллиона 826 тысяч 816 рублей. Итого, повторюсь, на 35 миллионов 174 тысячи 482 рубля было капитально отремонтировано по разным программам, Многоквартирное жилье. В 2016 год сумма уже составляет 85 миллионов 643 тысячи 847 рублей. Практически больше, чем в два раза сумма уже увеличилась, и, конечно, будет другой совершенно эффект от этих средств. Город Кингисепп будет использовать из этой суммы и капитально отремонтирует на 65 миллионов 805 тысяч 259 рублей. Это адреса улица 1-я линия, дом 8, замена 6 лифтов, улица Воровского, дом 19, замена 6 лифтов, и улица Жукова, дом 10А, ремонт фасада и крыши. Ну, вы видите, наверное, да, что больше акцент идет, конечно, на замену лифтов, потому что лифты эксплуатироваться порой где-то до 30 лет уже, они предоставляют реальную угрозу, поэтому мы стараемся таким образом работу строить, чтобы в первую очередь достичь максимальной безопасности нашего населения. Затем это кровли, инженерная инфраструктура, фасады и так далее, и так далее. То есть мы по этапам будем двигаться в капитальных ремонтах по всему Кингисеппскому району, а не только городу Кингисеппу, естественно. Город Ивангород получит 13 миллионов 771 тысячу 964 рубля. По адресу улица Гагарина, дом 1, замена 5 лифтов, улица Гагарина, дом 3, проектные работы, капремонт фасада. Улица Коптовского, дом 2, улица Ленопредильная, дом 1, проектные работы, тоже капремонт фасада. Все эти капитальные ремонты в сумме где-то 300-350 тысяч рублей. Улица Пасторова, дом 4, проектные работы, также на ремонт фасада. Улица Садовая, дом 3, проектные работы, капремонт, также фасада. Пустомерское сельское поселение всего в этом году будет участвовать на 6 миллионов 665 тысяч 624 рубля. Деревня Большая Пустомержа, дом 1, ремонт кровли на 2 миллиона рублей. Деревня Большая Пустомержа, дом 3, также ремонт кровли, почти что на 2,5 миллиона рублей. Деревня Манулова, дом 1, ремонт кровли 1 миллион 624 тысячи рублей. Поэтому отрадно зачитывать и обсуждать с вами сегодня вот такие цифры. Мне нравится такая динамика, что мы увеличили больше чем два раза освоение средств по капитальному ремонту. И надеюсь мы на этом не остановимся и уже имеем амбициозные планы, но конечно такое не исполнится. Но тем не менее на 2017 год мы хотели бы попросить правительства Ленинградской области заменить лифтовое оборудование в 20 квартирных домах. Это всего 89 лифтов. Понимаем, что это фантазия. Наверное нам позволят сделать может быть где-то лифтов около 30. Но если мы за следующий 2017-2018 год, может быть что-то перейдет на 2019 год уже какой-то маленький хвостик, за ближайшие три года заменим эти 89 лифтов, у нас будет 100% все лифты в Ингисепском районе заменены. Тем самым мы достигнем тот показатель, те желания по безопасности нашего населения. Особая радостная новость о том, что мы говорили на прошлой пресс-конференции и кто смотрел новости и читал, я с большим удовольствием всем кинесецам заявляю, что компания Еврохим в лице генерального директора Стрежнева, губернатора Ленинградской области Разденко подписали на форуме, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, юбилейном форуме, 20 лет было данному формату, подписали соглашение, оно такое многоплановое, но в части Ингисепа о выделении Еврохимом 200 миллионов рублей на строительство плавательного 50-метрового бассейна в городе Ингисепе. Напомню, в бюджете Ингисепского района уже заложено 50 миллионов рублей, 200 миллионов теперь уже подписано Еврохимом, и Еврохим надежный партнер и 100% исполнит свои обязательства. Напомню, Министерство спорта, мы стоим в приказе о финансировании в 2017-2018 году на 400 миллионов рублей, и теперь в ближайшее время Александр Юрьевич, наш губернатор, примет решение о софинансировании из бюджета Ленинградской области, и мы будем объявлять аукцион. Стартовая цена объекта будет в районе 850 миллионов рублей. Это та сумма, которая будет достаточна для строительства этого объекта.